Всех приветствую на моем канале. В конце текущего 2020 года компания Volkswagen планирует выход на рынок нового компактного кроссовера TARU. Новый кроссовер встанет на ступень ниже Tiguan и составит конкуренцию таким новинкам российского рынка, как Skoda Karak и Kia Seltos. Фактически он и будет представлять собой Skoda Karak под брендом Volkswagen, будучи полностью унифицирован с последним по технической части, однако обладая оригинальным внешним видом. На других рынках сбыта кроссовер доступен уже как год в Китае под тем же самым именем TARU, а на рынке Америки под брендом The Rock. При этом кроссоверы для разных рынков отличаются между собой. Они построены на модульной платформе MQB, которая позволяет существенно варьировать длиной автомобиля. Наиболее длинная версия доступна на рынке Китая, в то время как в Америке продается укороченный вариант. Volkswagen TARU для России будет наиболее компактным по длине колесной базы. Он будет полностью унифицирован со Skoda Karak, которая будет составлять 2630 мм для машин с передним приводом и 2638 для машин с полным приводом. Внешне наша машина будет полностью повторять китайскую, изображенную на фотографиях, за исключением меньшей длины. Исходник в виде Skoda Karak заметен в первую очередь при взгляде в профиль. У автомобиля полностью идентичные двери. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000Auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000Auto.ru это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000Auto.ru я оставил в описании к этому ролику. Повторюсь, на фото изображен китайский Тару и он идентичен удлиненной китайской Skoda Karak. Но схожесть между машинами для нашего рынка будет аналогичной. Это будет сделано с целью максимальной мультификации и снижению себестоимости производства. Аналогичный шаг был сделан с новым Volkswagen Polo, который стал перелицованной версией Skoda Rapid. Передняя и задняя части кроссовера имеют оригинальный дизайн. Оформлением передней и задней части Тару куда больше похож на среднеразмерный Тирамонт, чем на Тигуан. Особенно сильно это бросается при взгляде сзади, в силу схожести дизайна задних фонарей. Задние фонари светодиодные уже в базовой комплектации. За передние же придется доплатить. Что радует, так это то, что Тару обладает полностью оригинальным интерьером, который ни капли не копирует Skoda Karak. Он выполнен в стиле современных моделей Volkswagen. В базе автомобиля полагается аналоговая комбинация приборов. А за доплату цифровой дисплей диагональю 10,25 дюйма. Он аналогичен тому, что ставится на карок. Однако графика будет отличаться. Над передней панелью расположена выемка для мелочей. А всего по салону разбросано много ниш. Для вещей общей емкостью 33 литра. В отличие от Golf, перешедшего на полностью цифровое управление, в Тару сохранилось множество аналоговых кнопок и переключателей. Автомобиль будет оснащаться современной мультимедийной системой с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опции доступны двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, панорамная крыша, аудиосистема Bits, камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Автомобиль также будет оснащаться современными разъемами USB. Задним пассажирам будут предложены дефлекторы вентиляции в торце центрального тоннеля, широкий центральный подлокотник и два USB-разъема. Объем багажника составляет от 455 литров до 1543 при сложенных задних сидениях. Китайская версия Тару предлагается с двумя силовыми агрегатами на выбор. В базе этот двигатель 1.4 мощностью 150 л.с., выдающий 250 Нм крутящего момента. Он сочетается с 7-ступенчатым роботом DSG с двумя сухими сцеплениями и передним приводом. Топовый вариант оснащен двухлитровым двигателем мощностью 186 л.с. и выдающим 320 Нм крутящего момента. Такой мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Тару с таким двигателем является полноприводным. Версии для России будут полностью унифицированы со Шкода Карак. Переднеприводные модификации будут оснащаться задней полузависимой балкой, в то время как полноприводные многорычажной подвеской. Базовым станет двигатель 1.6, выдающий 110 л.с. Он будет доступен как с 5-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом Айсен с гидротрансформатором. Версии с мотором 1.6 могут быть только переднеприводными. Топовым станет мотор 1.4, выдающий 150 л.с. Версия с передним приводом он будет оснащаться 8-ступенчатым автоматом Айсен, а в версиях с полным 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Цены на новый кроссовер будут аналогичны у Шкода Карак. При этом, какова будет конечная цена на Volkswagen Taro пока предсказать невозможно из-за постоянного роста курса доллара. С учетом того, что на конвейере завода он встанет в конце текущего года, можно предположить, что его стоимость будет на уровне текущего Тигуана. Тигуан же значительно подорожает. Таким образом, те, кто не успели купить сейчас Тигуан, будут вынуждены купить Тару летом. Собираться новый кроссовер будет на одной ветке конвейера горьковского автомобильного завода со Шкода Карак. На данный момент, это вся информация о новом кроссовере. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому, чтобы не пропустить выход нового выпуска, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написать в комментариях, что вы думаете о новом кроссовере и его перспективах на нашем рынке. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok